Экспорт технологий может приносить не меньше, чем вооружение. Владимир Путин требует устранить барьеры для IT. Необходимо устранить все барьеры, мешающие развитию отечественных высоких технологий. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с участниками конференции «Вперед в будущее». Президент подчеркнул, наша страна обладает в этой сфере огромным потенциалом. IT-индустрия может стать двигателем для всей экономики. Репортаж Ильи Костина. Ведущие мировые державы, в том числе и наша страна, делают ставку на инновации. Об этом, выступая на конференции с говорящим названием «Вперед в будущее! Роль и место России», говорил сегодня и Владимир Путин. По некоторым экспертным оценкам, экспорт российской IT-индустрии в 2015 году составил уже 6,7 миллиарда долларов. Я просто для сравнения вам скажу, что происходит в других отраслях. 6,7 миллиарда долларов. А экспорт вооружения у нас в 2015 году был 14,5 миллиарда долларов. Понимаете, мы уже в этих гражданских областях скоро догоним о экспортном вооружении. На первый план в современном мире выходят высокие технологии. Те страны, которые не смогут вовремя адаптироваться к новым реалиям, будут отставать. Нужно сделать так, чтобы появлялось больше отечественных компаний и организаций, способных не только разрабатывать технологии, но и предлагать их рынку в виде конечного коммерчески успешного продукта. И, разумеется, прошу правительства провести инвентаризацию того, что мешает развитию этих компаний, и разработать дальнейший план устранения этих до сих пор имеющихся еще барьеров. По мнению экспертов, уже в ближайшее время к интернету будет подключено более 20 миллиардов различных гаджетов. Причем способы защиты данных не поспевают за техническим прогрессом. И обладателям этих устройств придется привыкать жить в новых условиях. Там нельзя игнорировать угрозы в сфере кибербезопасности. Системы сетевого доступа, сафровизации общественной и личной жизни требуют надежной защиты интересов и гражданина, и государства в целом. Нужно в полной мере учесть возможности технологического прогресса и его потенциальные риски формировать эффективную стратегию развития технологий в нашей стране. Кстати, сначала накануне, а затем и сегодня интернет-сайты как минимум пяти крупных российских банков из топ-10, в том числе Сбербанка, подверглись серии хакерских атак. Но система защиты выстояла. Это новое явление, и это, конечно, неприятная история совершенно, в силу того, что по мощности оседились атаки в тысячу раз более мощные, чем те атаки, которые были раньше. Мы работали в штатном режиме, никаких перерывов в нашей деятельности не было. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...